В Рясе, призванный отличать служителей церкви от мирян, Глеб Грозовский появляется в суде. В следственном изоляторе, наравне с законом Божьим, он давно изучил ее уголовное законодательство. И сегодня узнал, насколько суров бывает суд земной. Священнослужителя, отца четырех детей, двое из которых приемные, сегодня признали насильником трех маленьких девочек, 8, 9 и 12 лет. Почему не принялись показания свидетелей, которые свидетельствовали о том, что это невозможно было совершить, потому что я был рядом с ним. 8 человек, что не видели, что ли они рядом со мной были, и говорят, что я заходил, при том, что они видели, что я не заходил, ну, сами в суде. То есть к девочкам вы не заходили, да, в комнату? Свидетели подтвердили, 8 человек. Теперь уже в суде доказано, будучи настоятелем храма Иоанна Воина, отец Глеб совершал насилие над девочками, цитат из обвинения, с особым цинизмом, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших силу их возраста. Грозовский часто ездил летом в православные лагеря. Родители хотели определить детей именно к нему на смену. Он был добродушный, умный духовник. Он читал молитвы подопечным и вел их к вере. Но, будучи за границей, в Греции, в одном из таких лагерей, он надругался над двумя девочками, зайдя вечером к ним в комнату. Позже, и это было важно для следователей, чтобы убедиться, что это не оговор, нашли и еще одну пострадавшую девочку. Ее он совратил в детском лагере в Ленинградской области. Ей было 8 лет. Пытаясь избежать уголовной ответственности, Грозовский с помощью своих друзей и родственников, используя израильские и российские средства массовой информации, организовал кампанию по обвинению следственных органов в фальсификации материалов уголовного дела. При этом голословно заявлял о том, что привлечение его к уголовной ответственности связано с его религиозной и политической деятельностью. У Глеба Грозовского внушительная группа поддержки. Святым отцом они и сейчас после обвинительного приговора продолжают его называть. А в суде был мой сын, которому еще нет 14 лет, который слышал обо всем об этом. Это его дядя. И, между прочим, он был в этом лагере, о котором идет речь. И, между прочим, он говорит, что ничего такого не было. На миллион процентов он невиновен. Такие дела всегда сложны с точки зрения доказательств. Ведь в основе показания детей защитники Грозовского обращали внимание на то, что комнаты тех самых девочек в греческом лагере были смежными с комнатами мальчиков. К тому же о Грозовском ходили сомнительные слухи, потому что якобы девочки влюблялись в него и придумывали фантазии. Но не в пользу клирика оказался тот факт, что после предъявления ему обвинения он скрылся в Израиле, потребовался экстрадиции. И то, что эпизодов нашлось несколько. И его молитвы о правде выглядели уже не так убедительно. Не хочу играть в политику, я не хочу искусственно привлекать внимание к себе. И не ищу ничего, только прошу о справедливости и правде. Вину Глеб Грозовский не признал и в последнем слове. Но суд счел, что правда в том, что священнослужитель педофил. Более трех лет, проведенных им в СИЗО, зачтут. Более миллиона рублей священник должен будет выплатить пострадавшим. Вместо рясы облачением Глеба Грозовского теперь должна стать тюремная роба. Но у осужденного еще есть время на обжалование приговора. Николай Булкин, Виктор Худи, Сергей Переображевский, НТВ, Ленинградская область.